МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В Оренбурге половина восьмого вечера. Время новостей на Орен-ТВ в студии Татьяна Штеллер. В ближайшие 20 минут расскажем о самых заметных событиях дня. Вот что увидите. Утренняя авария на трассе Оренбург-Самара унесла жизни трех человек. Два человека пострадали, среди них маленький ребенок. Сейчас следователи выясняют, что стало причиной этого ДТП. Сегодня в рубрике СОС управляющая компания заявляет жильцам, что нет денег на ремонт в подъезде после пожара. Жизнь города через взгляд фотографа. Сегодня открылась выставка уличных фотографий. Куда исчезает песок из детских песочных? Саримбуржцы в поисках киловаттов. И немного информации о находках. Как всегда, все подробности в рубрике дежурный корреспондент. Десятки фур сейчас находятся у пункта пропуска Сагарчин. Такая же ситуация наблюдается на всех переходах границы. Власти Кыргызстана связывают это с напряженными отношениями с представителями соседнего государства. Среда, 18 октября. Запомнится, пожалуй, страшными авариями, в которых погибли люди, в том числе ребенок. Автокатастрофа, которая унесла три жизни, произошла сегодня рано утром на трассе Оренбург-Самара в районе Гелиевого завода. Двое, в том числе маленький ребенок, в больнице. Итог этой жуткой аварии выглядит действительно страшно. Покореженные машины, трое погибших, двое госпитализированы. В 7.30 на этом месте столкнулись Мазда и вахтовый автобус, который вез на завод рабочих. Столкновение произошло, опять же, по предварительной причине выезда на встречную полосу ликового автомобиля. Причина, пока мы устанавливаем. Водитель автомобиля ликового погиб. Погибли две пассажирки находившиеся, в автомобиле две женщины. Еще два пассажира иномарки, мужчина и его полуторагодовалый ребенок были срочно доставлены в городские больницы. В автобусе никто не пострадал. Одна из версий, почему произошло это трагическое столкновение, водитель легкового автомобиля уснул. Есть предположение, что владелец иномарки зарабатывал частным извозом, но без соответствующих разрешений на услуги междугороднего такси. По предварительным данным, ехали они со стороны Самары в Оренбург. По последней информации, выжившие в автокатастрофе, мужчина получил незначительные травмы, он в сознании. А ребенок сейчас под наблюдением врачей Центра детской хирургии. И, к сожалению, это не единственная авария с погибшими за последние сутки. В Первомайском районе водитель автомобиля «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗом 12-й модели. Удар был такой силы, что четыре человека погибли на месте. Водители легковушек и два пассажира отечественного автомобиля. 30-летний мужчина и 5-летний ребенок. Женщина, которая тоже ехала в 12-е, с многочисленными травмами оказалась в больнице. Фуры на границе. Около сотни большегрузов уже не первый день стоят у пункта пропуска Сагарчи на территории Оренбургской области. Дальнобойщики не могут попасть в Казахстан. Ограничения касаются лишь тех, кто возвращается в Киргизию. По словам водителей, их не пропускают пограничники соседнего государства. Причину внятно не объясняют. Кадры с места столпотворения о фур нам прислал один из застрявших на границе. Российская сторона Сагарчин не препятствует проходу тому машин через погранпереход. Казахская же сторона Джейсан, опираясь на устный приказ не пускать пиргизских перевозчиков, уже больше недели не пускает нас на территорию Казахстана. Фуры подъезжают к пункту пропуска ежедневно, и это становится их конечной точкой. Дальше, без объяснения причин, казахская сторона не дает проезда машинам с номерами Кыргызстана. В телефонном разговоре один из водителей нам рассказал, что для многих ситуация становится критичной. Поток машин прибывает, не пускают, никаких движений нет. Сегодня уже другая отговорка. По техническим причинам таможня закрыта, но транспорт полностью пересекает погранпереходы. А кыргызские перевозчики стоят. Здесь собираются дорогу Акбулакскую к губернатору сдавать ее, то что отремонтировали. И для нас в поле, в грязи очищают пятаки, чтобы мы туда съехали. А там грязь, там возможно машины все увязаны. У всех закончилось питание, заканчиваются деньги, топливо и терпение. В том числе полностью, уже неделю, полбольше недели стоим здесь. Как выясняется, проблемы с пропуском возникли на всех переходах границы Казахстана и Кыргызстана. Со стороны России большегрузы с номерами этого государства также не могут проехать. Ряд СМИ сообщает о том, что в подобную ситуацию попали водители, которые едут из Германии и Бельгии. На различных пунктах с обеих сторон стоят от нескольких десятков до нескольких сотен автомобилей. По сведениям ряда СМИ, власти Кыргызстана связывают это с возникшими напряженными отношениями с Казахстаном. Ранее, буквально накануне президентских выборов, глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил о некотором давлении. Со стороны властей соседнего государства, якобы они навязывали стране своих руководителей. И как сообщается, представители Казахстана, возникшие трудности в переходе границы, объясняют плановой пограничной операции по предотвращению незаконного перехода границы и выявлению нарушителей миграционного законодательства. Об этом пишет «Комсомольская правда» Бишкек. После серии смертей новорожденных в перинатальном центре почистили кадры. Региональный Минздрав на своем официальном сайте отчитался о принятых мерах. Поводом для крупного разбирательства послужило обращение 11 родителей, потерявших своих новорожденных детей, к областным властям и в приемные президенты. Оренбуржцы подозревают врачей учреждения в халатности, которая привела к летальным исходам инвалидности малышей. На протяжении месяца работу медучреждения анализировала специально созданная комиссия. Эксперты отслеживали соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, акушерских технологий, уровень профессиональной подготовки кадров. В результате на руководителя медучреждения наложено административное изыскание. В каком виде, Минздрав не уточняет. Несколько человек из медперсонала отстранены от должностных обязанностей. Персонали Минздрав тоже держит в тайне. Собственную проверку инициировали следственные органы. Сбил ребенка и уехал. Инспекторы ГИБДД Оренбурга устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 10-летний пешеход. Все случилось около 6 часов вечера во вторник на Парковом проспекте. Водитель марка автомобиля пока не установлено двигался по Рыбаковской со стороны улицы Цвилинга. Наехал на пешехода. При этом мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ребенок госпитализирован с сотрясением головного мозга. Любой информации по поводу водителей автомобиля ждут по телефону 7907-37-79-00-96-60-43-25. Далее в нашем выпуске рубрика «Ориентировка». Решили разобраться по-мужски. В интернете опубликовано видео с автомобильного регистратора. Камера запечатлела драку водителей маршрутки и ваза на остановке по улице Каргандинской. На кадрах видно 12-е. Преграждают дорогу микроавтобусу 27 маршрута. Мужчина выходит из салонов и набрасывается друг на друга с кулаками. Дерущихся разнимают люди, которые в тот момент стояли на остановке. Казалось бы, конфликт исчерпан, но владелец легковушки берет монтировку. Вовремя успокоить оренбушцы сумела женщина, которая вмешалась в разборки. В итоге спыльчиво автолюбители разъехались. Что стало причиной конфликта интернет-пользователям, выложившим видео в сеть, неизвестно. Юные угонщики пойдут под суд. Два подростка целый год промышляли угонами автомобилей в Новоурском районе в поселке Энергетик. Выпив горячительного, юные злоумышленники похищали чужие авто, чтобы покататься. Всего они угнали 12 автомобилей. Один из фигурантов ранее уже был судим за такие преступления, получал условные сроки. К слову, его уже даже лечили от алкоголизма. Угонщик-рецидивист после суда, скорее всего, отправится в колонию для несовершеннолетних. Наказание понесет и его приятель, который задержан впервые. Дисциплинарные ответственности привлекли и двух сотрудников органов по делам несовершеннолетних. Когда подъезд жилого дома отремонтируют после пожара, расскажем во второй части программы. Пока немного рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем рассказывать о новостях и вот что еще увидите. Сегодня в рубрике «СОС» управляющая компания заявляет жильцам, что нет денег на ремонт в подъезде после пожара. Куда исчезает песок из детских песочных? Саримбуржцы в поисках киловаттов и немного информации о находках. Как всегда, все подробности в рубрике «Дежурный корреспондент». Жизнь города через взгляд фотографа. Сегодня открылась выставка уличных фотографий. В сроки не уложились. Дом «Северное сияние» снова не готов к сдаче. Ровно месяц назад губернатор Юрий Берг дал поручение застройщику до 18 октября решить все проблемы с домом и подготовить документы к сдаче. Однако, судя по сообщениям в интернете о том, что дольщики планируют организовать митинг, сроки снова сдвигаются. Строительство этого дома началось в 2012 году с привлечением средств будущих собственников квартир. Планировали, что дом сдадут через два года, однако в сроки не уложились. В итоге 17 раз переносилась дата сдачи объекта. Застройщик ссылался на недобросовестных подрядчиков из Чебоксар, мол, они не выполнили свои обязательства. И из-за этого и начались проблемы. Неоднократно представители правительства региона, которое держит на контроле ситуацию, называло все новые даты сдачи дома. В начале года министр строительства в присутствии журналистов называл очередной крайний срок. Первым кварталом 2017 года все сейчас за заказчик, генподрядчик предоставляет всю исходную документацию. Это акты скрытых работ, акты комплексного испытания всех систем. Потом, потому что нам надо будет это все заявлять в гостройнадзор, в Ростехнадзор, все там проверять. И уже от полноты представленных документов уже будет у нас соответствие по акту ввода данного объекта в эксплуатацию. Очередной срок, который губернатор дал застройщику, снова не выдержан. Дом до сих пор не введен в эксплуатацию. Его готовность по-прежнему оценивается на 99%. Въехать в свои квартиры люди не могут. В ближайшую субботу дольщики обещают провести митинг. Поговорить с директором компании застройщика Алексеем Шумилкиным нам не удалось. Пусть, по нашим данным, он сегодня был в правительстве области, возможно, как раз по вопросу очередного срыва сроков сдачи объекта. К теме еще вернемся. На случай форс-мажора денег не предусмотрено. Некоторое время назад в доме на проспекте Победы 12А произошел пожар. Огонь вспыхнул в кладовке в одном из подъездов. Потушить пожар смогли вовремя, но последствия, как говорится, налицо. Каждый день люди вынуждены любоваться обгоревшими стенами и потолком. Но несмотря на исправную оплату счетов за содержание жилья, судя по всему, в ближайшее время картина в подъезде не изменится. Проспект Победы 12А. Центр города. В нескольких минутах ходьбы ОГУ и Центральный рынок. Однако, попадая в этот дом, создается ощущение, что в подъезде ремонт никогда не делали. А недавний пожар добавил проблем. Загорелась кладовка на втором этаже, которая, к слову, вообще непонятно на каких основаниях была здесь построена. В этот же момент соседи находились дома. Мы были с сыном дома. Он смотрел телевизор. Я там тоже смотрел телевизор. Потом в другую комнату вышла. И вот так вот смотрю – дым. Я говорю, Женька, быстрее выключи, как я его называю, счетчик. Он выключил, открыл окно. Хотела бы позвонить по телефону, а у него он сел, что ли, что-то там ничего не делал, трясется вот так вот. Он открыл окно и кричит. Помогите, помогите вызвать скорую самую пожарную. Судя по всему, пожарные приехали быстро. Огонь не успел перекинуться на другие этажи. Сгорела лишь кладовка, пламенем зацепила потолки и стены. Однако последствия до сих пор видны. Необходим ремонт. Ну, нужно, конечно. Мы же платим за это. За все. Сколько платите, примерно? Можете стоять? Ну, вот текущий ремонт. Я 1700 рублей. Текущий ремонт. Каждый месяц. Каждый месяц плачу. В этом доме в основном живут квартиранты. До состояния зданий им дела мало. Лишь единицы собственников переживают за свои жилища. Как нам рассказали эти жильцы, судя по всему, ремонта в подъезде в ближайшее время ждать не придется. В управляющей компании «Центральный» подтвердили бюджет. Не был рассчитан на непредвиденные расходы. Там неосторожное обращение с огнем. Служащая организация предприняла все меры. На сегодняшний день управляющая компания просчитала сметный расчет и отдала Совету многоквартирного дома на решение финансирования. Потому что план текущего ремонта уже сформирован с 1 июля. До 1 июля 2018 года. Поэтому здесь уже решение собственников должно вопрос финансирования решать. Либо целевыми сборами, либо планировать уже на следующий год. В управляющей компании добавили и так сделали все, что могли. Рабочие вынесли обгоревшие части кладовки, выгребли мусор и вставили окна. Управляющая компания слишком рано сняла с себя все обязательства в этом случае. Как нам пояснили в жилинспекции, собственники квартир должны подать коллективное заявление в свою управляющую компанию о необходимости провести ремонт после пожара. В этом случае коммунальщики обязаны приступить к работам. Учитывая, что в подъездах есть отопление, такой ремонт можно делать круглогодично. Более того, многие крупные управляющие компании, по нашим данным, аккумулируют средства именно на подобные случаи, чтобы устранить последствия. В кино как за алкоголем, только с паспортом. Министерство культуры предлагает пускать на киносеансы и спектакли соотечественников только при предъявлении основного документа гражданина Российской Федерации. Министерство культуры разработало поправки законодательства, по которым доступ зрителей на концерты и фильмы, отнесенные к категории 18+, будет осуществляться только после предъявления паспорта. Для того, чтобы устроители мероприятий могли отслеживать выполнение запрета, мы даем право организаторам или контролерам проверять удостоверение, точнее, в министерстве. Законопроект направлен на рассмотрение в правительство и в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. Город через призму. В Музее истории сегодня открылась выставка России «Моими глазами». Город Оренбург. Своей работой в жанре уличной фотосъемки впервые представил Вугар Мамидзаде. На экспозиции 46 фотографий, на которых моделями стали случайные люди с их эмоциями. Портреты незнакомых людей – букет непостановочных эмоций, знакомые и слегка оголенные места города. На снимках жизнь мегаполиса и его жителей. Моменты повседневной жизни обрели философию, которую запечатлел оренбургский фотограф. Действие происходило 9 мая, «Бессмертный полк». Вижу такую картину, как матушка поднимает плакат то ли своего брата, то ли своего мужа. И я не смог устоять в этот момент. Этот настолько трогательный. Мгновения жизни обычных людей стали лейтмотивом всей экспозиции и лежат в основе всего жанра уличной фотографии. Эти работы отражают правдивое многообразие окружающего мира. Каждый снимок – большая и маленькая история, снятая без постановки и предупреждений. Это наша жизнь, это действительность. Люди абсолютно с разными судьбами. Я задаюсь вопросом, да, и ответами на эти вопросы служит, пожалуй, то, что я снимаю, то, что вот вам сегодня. Я бы хотел показать и показать жителям нашего города. Посвятить себя этому жанру Вугар Мамидзаде решил еще два года назад. За это время накопилось около тысячи снимков, но на экспозиции представлено всего 46. Для автора это первая выставка в родном городе. Но с его работами успели уже познакомиться жители Санкт-Петербурга. Оренбуржцы насладиться работами смогут в музее истории города совершенно бесплатно. Двери выставки будут открыты до конца октября. Дома никого, а киловатты уходят. Куда исчез песок из детской песочницы? И кто потерял важные документы? Все подробности, как всегда, знает наш дежурный корреспондент. Наталья Горикова общалась с телезрителями. По телефону ей слово. Дома никого нет, а киловатты уходят. Это вопрос, куда? Иван Попов работает вахтами, рассказывает, что каждый месяц цифры в его квитанции об оплате электроэнергии удивляют все больше и больше. Мужчина говорит, что не может передать показания счетчика, так как не всегда может дозвониться до компании. Подозреваю, что расчеты ему производят по нормативам. Оренбуржец неоднократно пытался разобраться, но толку нет. Мы связались с ресурсно-оснабжающей организацией. Там нам объяснили, что сложилась такая ситуация из-за того, что абонент не передает показания счетчикам. Как посоветовали специалисты, самый лучший способ избежать подобных трудностей, которые экономят время и нервы, это зарегистрироваться на сайте оренбургского филиала «Энергосбытплюс». На портале через личный кабинет можно передавать показания и решать все возникающие вопросы. А телефон горящей линии 347-347. Забрали песок из песочницы. Ольга рассказала о странной ситуации. Накануне по адресу улицы Роза, Лексенбург, 36-1, к детской площадке подъехала грузовая «Газель». С госномером С-868 КБ. Вышли мужчины, которые загрузили песок в мешки и увезли его. Женщина попыталась выяснить у них, что происходит, но ей никто так ничего и не рассказал. Мы связались с управляющей компанией «Возрождение». Там нам все-таки объяснили, в чем дело. Песок не украли, переживать не стоит. Его всего лишь забрали на хранение в сезон холодов. В теплое время привезут обратно. И не забывают оренбургцы сообщать о находках. Александр нашел около мусорных баков в селе Ивановка портмоне, в котором были документы, паспорт, права на имя Копцева Дмитрия Владимировича. Звонить в редакцию мы подскажем, как забрать потерянное. Еще одна наша телезрительница Зинаида Анатольевна также нашла целый пакет документов на улице Орлова. Паспорт снил и медицинские справки на имя Придько Анастасии Валерьевны, 82-го года рождения. Женщины понимают, останавливать будет их непросто и готовы вернуть владельцу. Контакты Зинаида Анатольевны у нас есть в редакции. На этом у нас все. Будьте внимательны и делитесь своими новостями и наблюдениями с дежурным корреспондентом. Телефон вы видите на экране. Красный день календаря. Как будет отдыхать страна? Российское правительство утвердило график праздничных нерабочих дней на следующий год. Новогодние каникулы хоть и немного сократились, но все же сохранились. На отдых россияне уйдут 30 декабря по 8 января включительно, полных 10 дней. Кроме того, россияне смогут праздновать День защитника Отечества с 23 по 25 февраля. Международный женский день нас ждет четырехдневный отпуск с 8 по 11 марта включительно. В майские праздники утверждено всего пять выходных с 29 апреля по 2 мая и всего один день 9 мая, День Победы. Трехдневные выходные ждут в июне. День России будет праздноваться с 10 по 12 июня. Тоже трехдневным отдыхом с 3 по 5 ноября отпразднуем День народного единства. Дополнительные выходные пришлись бы по душе большинству оренбуржцев уже сейчас. Большая половина горожан не хотят работать осенью. Ресурс зарплата.ру изучил настроение и пришел к выводу о снижении работоспособности у 58% жителей Оренбурга. Три четверти опрошенных признали, что чувствуют осеннюю хандру. 66% респондентов ощущают упадок сил после окончания лета. На третьем месте плохое настроение. На него пожаловалось 55%. Еще 41% опрошенных признали, что их все раздражает. Наиболее действенным способом борьбы с негативным настроением горожане считают продолжительный крепкий сон. Еще 45% предпочитают убегать от осенней тоски в отпуск. Отсутствие желания работать в сезон листопадов признало 66% респондентов. Желаем вам хорошего настроения, успехов в делах. А за нашими новостями можно следить на официальных страницах в Ютубе, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, в кабельных сетях РТелеком Думру, интерактивном ТВ Фокус Лайв и на сайте Оренде и 21 телевизионном канале. До встречи в 23 часа. В ближайшие сутки в Оренбурге облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие осадки, местами слабый туман. Ветер в западной четверти от умеренного до порывистого. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем в пределах от плюс 9 до плюс 14 градусов. В Оренбурге облачно с прояснениями ожидается дождь. Ветер в западной четверти умеренный, ночью 4-6 градусов тепла, завтра днем плюс 12, плюс 14 градусов.